Добрый день, Елена. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Я сразу хочу оговориться и сказать нашим зрителям, почему я с тобой на «ты», потому что мы друг друга знаем давно, мы сотрудничаем, мы дружим, поэтому я себе это позволяю. — Лена, 12 января — День работника прокуратуры, ваш профессиональный праздник, с чем я тебя, конечно, искренне поздравляю. Ты уже около трех десятилетий в этой сфере. Я хочу у тебя спросить, что для тебя работа в прокуратуре? — Работа в прокуратуре была. Это прежде всего реальная возможность оказать помощь людям. Хочется процитировать, как сказал великий французский философ-просветитель Вольтер, законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им. На сегодняшний день прокуратура — это один из немногих государственных органов, куда люди, приходя, могут найти квалифицированную и быструю юридическую помощь. Люди приходят к нам со своими бедами и проблемами, и мы стараемся сделать все от нас возможное, чтобы помочь им и восстановить их права. — Лен, а каковы плюсы в вашей работе, каковы минусы в прокурорской работе? Есть какое-то четкое разделение? — Они, наверное, взаимосвязаны, хватает всего. Прежде всего, могу сказать, что работа в прокуратуре — это хорошая школа, потому что получаемые профессиональные, юридические и разносторонние знания очень востребованы в нашей профессии. Результаты нашей правозащитной деятельности дают ощущение удовлетворения и пользы как для общества в целом, ведь мы на благо государства работаем, так и относительно каждого конкретного гражданина в отдельности, кому мы помогаем отстоять свои права. Работа в прокуратуре — это также умение разбираться в различных правовых ситуациях, вникать в них, находить правильное решение. Наша работа, конечно, сопровождается большой ответственностью и напряжением, потому что практически каждодневно мы сталкиваемся как с нарушениями законов, так и с правонарушителями. То есть это минус? Это да, минус, конечно, да, определенный. И наша работа требует быстрого принятия решения, то есть это, можно сказать, работа в условиях ограниченного времени, и это требует от прокурорских работников собранности, выдержки, высокой работоспособности. Это плюс? Да. Лена, скажи, пожалуйста, вот есть ли какие-то основные черты характера, которые должны быть присущи прокурорскому работнику? Я считаю, Белла, что в первую очередь прокурорский работник должен обладать высоким уровнем правосознания. Он должен быть, конечно же, ответственным, дисциплинированным. Прокурор всегда должен быть и оставаться объективным, но в то же время справедливым и человечным. Очень важным, наверное, и одним из самых сложных в нашей профессии является умение взвешенно принять правильное решение в конкретной ситуации и добиваться устранения выявленных нарушений закона, потому как от этого ведь зависят судьбы людей. Получается ли, Лена? Ну, стараемся. Я считаю, что в большей степени получается. Также прокурорский работник должен уметь разбираться в законодательстве, грамотно его применять. Здесь же и общение с людьми, поэтому мы должны проявлять чуткость, внимательность, отзывчивость в общении, то есть находить общий язык с разными людьми. Лена, какими простыми человеческими словами можно охарактеризовать основную функцию прокуратуры? Ну, здесь, учитывая, что слово «прокурор» в переводе с латинского означает «заботиться», то основное предназначение прокуратуры – это заботиться о правах людей, о том, чтобы люди жили по праву и по справедливости, заботиться об интересах общества и государства. Хочу сказать, что наша профессия является гуманной, потому что основная функция прокуратуры, правозащитная, направлена на реализацию именно конституционных прав граждан основных, права на социальное обеспечение, трудовых прав, законных интересов несовершеннолетних, прав граждан на своевременное получение квалифицированной медицинской помощи. И вообще у нас нет неважных отраслей надзора. Люди приходят к нам со своими проблемами и бедами. И для каждого заявителя то, с чем он пришел, это беда номер один. И поэтому мы, конечно же, стараемся все сделать, чтобы помочь гражданам. Лена, многое в нашей работе зависит от коллектива, в котором мы находимся, работаем. Большая часть жизни проходит у нас на работе. Дружный ли у вас коллектив? Да, могу сказать, что коллектив у нас дружный, сплоченный. У нас работают как опытные работники, так и молодые специалисты. И у каждого есть свои плюсы и преимущества. В целом трудятся у нас профессиональные юристы, и поэтому молодым коллегам есть у кого учиться и перенимать опыт. А самое главное, что хотелось бы отметить, что наши сотрудники неравнодушны к чужим бедам и проблемам. Конечно, Белла, ты понимаешь, многое зависит от руководителя. Могу сказать и уверена, что выражу мнение всего нашего коллектива, что нам действительно повезло работать под началом мудрого и чуткого руководителя. Олег Олегович Жариков, возглавляющий республиканскую прокуратуру, он большой интеллектуал, он умеет найти правильное решение в сложных ситуациях. И помимо высоких профессиональных качеств, это на самом деле справедливый и отзывчивый человек. Лена, понятно, что ты сотрудничаешь с нами, со СМИ. В чем еще заключается твоя работа? Да, Белла, я занимаюсь взаимодействием со средствами массовой информации и общественностью. Данное направление рассматривается как одно из приоритетных, потому что основополагающим принципом в работе органов прокуратуры Российской Федерации является принцип гласности. И у нас с журналистами получается много общих задач. Одна из самых важных – это защита законных прав жителей нашей республики. У нас есть свои страницы в социальных сетях, в Телеграм-канале и ВКонтакте. Это отвечает современным реалиям, потому как тут и охват аудитории, и мгновенная обратная связь, быстрая. Также у нас есть свой сайт в сети интернет. Ежедневно мы размещаем информацию на наших информационных ресурсах на сайте, в социальных сетях, об итогах работы в сфере уголовного преследования, о результатах проводимых проверок, о том, какие у нас мероприятия проходят. Поэтому, пользуясь случаем, прошу вас, уважаемые зрители, пожалуйста, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, в Телеграм-канале и ВКонтакте. Еще хотелось бы сказать о том, как мы работаем с журналистами. Конечно же, на принципах взаимного уважения и доверия. Мы очень ценим и понимаем ответственный и сложный труд журналистов. Каждое средство массовой информации в нашей республике, которое имеет свою аудиторию, свою неповторимую манеру подачи информации и пользуется заслуженным авторитетом своих читателей и зрителей. Также со своей стороны мы стараемся всемирно развивать наше сотрудничество. Мы на постоянной основе осуществляем пропаганду права, а также освещение нашей деятельности в радиопрограмме «Слово прокурору» в эфире радиостанции КЧР-ФМ, за что от всего нашего ведомства хотелось бы сказать отдельное спасибо главному редактору радиовещания Центра связи и коммуникаций Ане Цзадзамия. Также отдельную благодарность, в первую очередь, от лица руководства прокуратуры республики от имени Олега Олеговича Жарикова позвольте выразить директору филиала ГТРК Карачаева-Черкесия Светлане Зауровне и лично тебе, Белла, автору и ведущей нашей программы «Сила права». В телевизионных выпусках мы стараемся донести до жителей нашей республики о том, как же можно отстоять свои права, разъяснить наиболее актуальные для них нормы закона, а также рассказать о правозащитной деятельности, привести наиболее яркие примеры. И очень надеюсь, что наше взаимное сотрудничество будет продолжаться. Спасибо огромное вам. Елена, понятное дело, что ты работаешь с журналистами уже много лет, знаешь эту работу. Сотрудничество вообще вот как происходит? Обратная связь с журналистами имеется? Да, такая связь налажена, потому что нередко оперативная и качественная работа журналистов является основанием для начала прокурорских проверок. А главный результат всего этого опять-таки реальная помощь людям. Мы в постоянном режиме осуществляем мониторинг средств массовой информации и социальных сетей. Если мы выявляем публикации о нарушениях закона, и которые требуют непосредственно нашего вмешательства, мы сразу же организовываем прокурорские проверки. О начале таких проверок и об их результатах мы обязательно информируем как население, так и средства массовой информации в целях обратной связи. Лена, мы столько разговариваем, но как-то о начале твоей трудовой деятельности мы не говорили. Как ты профессию юриста выбрала? В семье были юристы? Как вообще трудовой путь начинался? Ты с виду такая хрупкая девушка и профессия юриста. Или это было модно тогда? К выбору профессии было. Я подошла уже в довольно-таки осознанном возрасте, когда училась в старших классах школы. В большей степени, наверное, мой выбор определило желание помогать людям. В этом ведь и состоит основное назначение нашей профессии – защищать и восстанавливать права людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Юридическое образование я получила в Ставропольском государственном университете. Несколько лет проработала в органах внутренних дел, инспектором по делам несовершеннолетних, это работа с детьми, и дознавателем. Потом уже началась работа в прокуратуре. Сначала это была прокуратура города Черкеска, где я работала помощником прокурора города и следователем. Потом уже республиканская прокуратура. Здесь занималась различными направлениями работы. В течение 10 лет из них довольно длительно обеспечивала участие прокурора в арбитражном процессе. Это довольно-таки сложная, но очень интересная работа, которая направлена на защиту экономических интересов государства. Сюда входит, допустим, предъявление заявлений и участие в их рассмотрении, когда этого требует защита именно интересов государства. Допустим, оспариваются незаконные сделки с землей, с бюджетными средствами, с государственным или муниципальным имуществом, и в результате незаконно выбывшие возвращаются в собственность государства. Результаты работы, хочется отметить, всегда были и есть весьма ощутимыми. Лен, я бы хотела, чтобы ты нашим зрителям немножко рассказала о себе. Какие у тебя увлечения? С чем ты любишь заниматься? Если обратиться в прошлое, так сказать, в школьные годы я занималась музыкой. Это была моя детская мечта, которую удалось осуществить. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, но также в детстве и в юношеские годы очень любила читать. Сейчас тоже, если удается найти свободное время, чтение – одно из моих любимых занятий. А что ты любишь читать? Ну, увлекательно разная литература. Конечно, люблю детективы. Может, прозвучит банально, но это произведение Агаты Кристи. Привлекают её загадочные сюжеты. И когда читаешь, хочется до того, как разгадка уже будет описана, самой попытаться её найти. Детективы современных авторов – Александра Маринина. Это, наверное, профессионально у тебя. Ну, наверное, да. Ироничные произведения Дарьи Донцовой. Также нравится современная проза. Очень близко могу отметить творчество Виктории Токаревой. Вот вроде бы обычные картины из жизни людей она описывает, но юмор, манера передачи, повествования, умение раскрыть тонко, причём психологические переживания героев – всё это лично для меня делает её повести и рассказы очень привлекательными. Если говорить о зарубежных авторах, то тут могу выделить Эрих Мария Ремарк и его произведения о вечных ценностях. Сегодня ваш профессиональный праздник. Что бы ты хотела пожелать своим коллегам? В этот праздничный день я хочу поздравить ветеранов и коллег органов прокуратуры и пожелать всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и, конечно же, успехов в нашей нелёгкой, но такой нужной работе. Лена, я благодарю тебя за интересное интервью. И, конечно, я желаю тебе всех успехов в твоей профессиональной деятельности. Спасибо, что была гостьей нашей программы. Спасибо тебе.